Лев Цветницкий – пущенец, который стал пущенцем еще до официального основания города. Он приехал сюда в 1964 году. Жизнь Льва Валентиновича связана с городом и наукой. А книга воспоминаний – с самыми важными людьми, событиями и встречами. Это не книга. Это моя жизнь. Это моя исповедь. Это книга – настоящая исповедь. Потому что первично было это таким образом, что безвременно ушла моя жена. Я страдал, плакал, но ничего не мог поделать с этим. И вдруг, ровно через год после ее смерти, я уже раздал все вещи ее, погорельцы приходили и прочее. И я заглянул в шкаф, что-то нижняя полка шкафа, и там нашел совершенно неожиданно два свертка. Это были письма. Маленькие молчаливые свидетели отношений Льва Валентиновича с его супругой. До свадебная переписка 1962-65 годов. Я прочитал и думаю, нет, это надо оставить своим потомкам, потому что у меня все-таки тогда было семь внуков, сейчас уже девять внуков, да и правнучка. Я думаю, нет, это надо оставить обязательно, потому что сейчас вообще редко пишут письма. И я думаю, на это надо издать. Затем был длинный путь книги «Воспоминания», которая сначала вышла в виде фрагментов и издания писем. Еще один сборник необходимо было дополнить и изменить. И вот 3 июля этого года вышла в свет книга «Воспоминания» ради доброй памяти о моей любимой жене Римме. Автор пишет о себе, супруге, родственниках, о жизни в Пущине, детях, внуках и людях, сыгравших роль в его судьбе. Ну, уже я смотрю, что опять не хватает чего-то, и я уже загорелся. Ну, и в своей обращении к читателю, что ли, я пишу, что вообще-то это не книга. Это просто возможность второй раз прошить жизнь, которую я прожил. Лев Валентинович начал встречу с того, что признался, просто и честно, я счастливый человек. И даже назвал параметры, по которым он это уверенно определил. Первое – это жена. Если восточная мудрость говорит, что хорошая жена – это половина земной жизни, то я уже сказал, что нет, хорошая жена – это 100% земной жизни. Второе – это работа. У меня была такая работа, что я с удовольствием бежал на работу, но с таким же удовольствием я и бежал обратно. У меня всю жизнь было много друзей, раскрывает Лев Валентинович следующую грань понятия – счастье. Счастливые случайные встречи, одна из которых привела к изданию этой книги. Счастливые знакомства, которым не страшны года. Наш герой привел два примера еще армейской дружбы. Казалось, утихла даже переписка. И вдруг звонок, Дерцвольф Викторович нашел меня здесь, в Пущино, из администрации. Мне звонят. Он в Новосибирске жил. Он поэт. Он на пять лет моложе меня. И вдруг он мне говорит такую фразу. Лева, я за тобой следил всю жизнь. Я говорю, как? Да, говорит, ты знаешь, я всегда, когда что-то хотел сделать, я думал, а как бы Лев поступил? Знаете, я говорю, слушай, ты такие вещи говоришь. Второго друга Лев Цветницкий сам нашел через интернет. Их разделяли сотни километров. Я его нашел и потом с внуком своим поехал к нему. Он сидит вот так вот в квартире перед телевизором. Потом поворачивает голову. Говорит, Лева, это ты? Я говорю, да. Лева, пятьдесят лет прошло, и ты вот рядышком сидишь. Ну, я бы никогда не поднялся. Я говорю, да ты что? Ой, я вот раз и полетел. Ну, характер такой. Не только Лев Валентинович был примером для друзей, но и друзья становились для него примерами, рассказал герой на встрече. Еще один, последний по счету, но не последний по значимости элемент счастья – это дети, внуки и правнучка. Какова цель, представленная на встрече книги? Воскресить память о предках? Дать им рассказать о своей судьбе, протянув живую ниточку воспоминаний сквозь поколения и столетия? Оставить потомкам вещь, которая поможет им найти истинный путь, в которой, как пишет автор, будет и материя, и дух. Ради этого стоит потрудиться. Верны и указанные два, и еще множество ответов, которые можно прочесть между строк. Сначала я думал написать просто о жене, потом я начал писать о своих родственниках, о корнях. Если в первой книжке у меня про моего прадеда было четыре строчки, то я потом запросил архивные данные из Самарского государственного архива, и сейчас у меня уже две странички в этой новой книге про прадеда. Более того, я узнал, что у него было 14 детей, что где он похоронен в 2011 году, что он похоронен в ограде храма. Это было как-то вечером, месяц назад. Я ему звоню уже вечером, где-то в полотенце, и говорю, слушай, меня это так тронуло. Хотя я его знаю и думаю, ну, Лев Валентинович описал вначале свои предки и продолжает изучать до настоящего времени очень интересные. Либо детей, для его внуков, для родственников, для ближайших людей. Но здесь интересная получилась история о нашем городе, о взаимоотношениях с людьми. Это просто захватывающе. Судьба Льва Цветницкого – это история города в лицах, событиях, словах и действиях, счастливых встречах и дружбе, пронесенной сквозь года. А книга – эпохи, описанные с помощью семейных портретов. Главы издания с почтительностью и необыкновенным вниманием описывают родословную Цветницких. С невероятной нежностью и любовью жизнь автора с женой – то время, когда они были даже не двумя половинками, а одним целым. С гордостью характеризуют достоинства автора, с отдельной смелостью – недостатки. Уже в 2015 году, когда появилась первая книга, прозвучала фраза «Напишите побольше о городе». Слова Веры Еремеевой стали вектором дальнейших мыслей и стимулом к новым идеям. А сама встреча была своеобразным приглашением к собравшимся. А в зале гости, которые живут в Пущине много лет, последовать примеру героя вечера и штрихами истории каждого написать летопись Пущина. Понимаете, что такое краеведение? Краеведение – это знание о том месте, где ты живешь, где жили твои родные, которые оставили, и я оставил какой-то след в этом городе. Поэтому мы всегда приветствуем этот сектор краеведения, библиотеки всегда приветствуют желание наших читателей, наших посетителей и жителей города оставить такие воспоминания. И это очень счастливый случай, когда Лев Валентинович откликнулся на мою просьбу. 1 октября Льву Цветницкому исполняется 80 лет. Он назвал последний эпизод книги так – жизнь продолжается. А по желаниям всех гостей встречи, родных, друзей и знакомых будет одно простое дополнение – счастливая жизнь продолжается.